Видели дорожный знак? Нет, не видел. Пройдемте, посмотрим дорожный знак. Да не пойду, не пойду. Согласны с нарушением? Не согласен, потому что встать негде. Именно такие оправдания инспекторы слышат чаще всего. Они и сами говорят водителей, понять можно, но и закон нужно выполнять. А закон гласит, там где установлен запрещающий знак, парковать машину нельзя. Иначе, как в этом случае, звонок в дежурную часть, и уже через несколько минут машина на эвакуаторе. Мы с периферии, мы с Чельпо приехали, уважаемые. Не дает право нарушать согласие. Ну а куда было встать? Виктор с супругой приехали из Харовска. Говорят, в областной столице не были уже пять лет. Машину оставили там, где стояли другие. Только вот к моменту приезда полицейских их старенькая ода осталась одна. Причем почти под знаком. Зачем издеваться там на старика? Зачем издевать такую ситуацию? Ну накажите, хорошо. А наказание последует в любом случае. Как минимум штраф полторы тысячи рублей, плюс услуги эвакуатора 130 рублей с километра и по 200 за каждый час хранения машины на штрафстоянке. А вот если бы гости областной столицы успели до того, как автомобиль погрузили на грузовик, проблем было бы куда меньше, говорят инспекторы. Если хозяин или водитель транспортного средства подходит до начала эвакуации и предъявляет документы, что это его транспортное средство, что он водитель, транспортное средство не задерживается. Если транспортное средство уже помещено на эвакуатор, то оно уже считается задержанным и оно будет возвращено после того, как уже будет помещено на специально отведенную до этого стоянку. Все эвакуированные в Вологде машины по-прежнему доставляют сюда, на стоянку ИП Владыка на улице Северной. Больше специализированных площадок в областной столице не создано. Но это только пока. О прибыльности дела судить не будем, но основываясь на том, что на стоянке практически нет свободных мест, работа здесь идет полным ходом. Но скорее всего уже через несколько месяцев у ИП Владыка может появиться конкурент. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта, договор с еще одной организацией сейчас находится на стадии подписания. Тем не менее и она будет работать по установленным тарифам. Так что на кошельке нарушителей это никак не отразится. Проще действительно не нарушать. Так они сами говорят, уже успокоившись и получив со стоянки свой автомобиль. Такая работа нужна. Иначе столько транспорта, иначе все заставят кругом, все будет не пройти, не проехать. Александр Устинов, Алексей Романов. Новости Вологды.